Тренажер Подушка была не выше тазобедренных костей, чтобы вам ничего не мешало делать наклон. Для этого мы округляем спину, делаем вдох и на выдохе сокращаем ягодицы, поднимаем корпус. Ягодицы сократились, на выдохе мы опускаемся, растягиваем ягодицы. Опять вдох и на выдохе поднимаемся. Для предварительного утомления мы должны сделать три сет, между которыми мы отдыхаем минуту. После того, как мы сделали гиперэкстензию, мы переходим сразу же без отдыха к ягодичному мостику. Чтобы выполнить правильное упражнение, мы должны лечь на спину, руки вдоль туловища, ноги согнуты в коленях. Делаем вдох и на выдохе поднимаем таз. Максимально вверх, выдох, опускаем. Опять вдохнули, вдох и на выдохе подъем. Максимально вверх. Можно добавить темпа, чуть быстрее. Таз только касается пола и сразу вверх. Такое движение. В этом упражнении очень важны верхние точки задерживаться на 1-2 секунды. Это усилие по напряжению ягодичных мышц. И упражнение можно усложнить, добавив отягощение в виде блина или штанги. Сразу же после ягодичного мостика мы переходим к разгибанию бедра в тренажере. Мы должны настроить тренажер по высоте подушки, чтобы было удобно упираться. Беремся руками за поручни, упираемся в грудь, в подушку, держим спину ровно. Обращаем внимание, чтобы стопа смотрела ровно вниз. Одна нога прямая. Делаем вдох и на выдохе толкаем платформу назад. Опять вдох. И на выдохе опять толкаем платформу назад. Каждое упражнение мы делаем 10 повторений. После завершения одного круга мы отдыхаем 1 минуту и повторяем второй круг. Тоже по 10 движений, без отдыха. Получается у нас после второго круга опять минута отдыха и точно так же делаем третий круг. После дропсета мы с вами переходим к приседу. Для этого мы берем потягощение в виде гантели. У нас это 10 кг. Это подбирается индивидуально. Встаем ноги чуть шире плеч. Носок немножко развернут в стороны. С прямой спины поднимаем гантель с пола. Движение в приседе начинается с отведения таза назад. Дальше мы опускаем таз вниз, сгибаем ноги, касаемся гантелью пола и также поднимаемся вверх, напрягая ягодицы. При этом вы должны чувствовать, как у вас работают ягодичные мышцы. Второе движение. Опять таз пошел назад, опускаемся вниз, гантель касается пола. Тоснулись и поднимаемся вверх, сокращаем максимально ягодичные мышцы. В приседаниях очень важно соблюдать правила. Первое. Колени должны у вас всегда быть в проекции на стопу. Колени внутрь мы не сводим, только в проекции на стопу. Куда направлен у вас носок, туда и коленка. И второе. Вы должны держать в напряжении всегда пресс и спину. Это обезопасит ваш позвоночник от травм. Следующее упражнение. После приседаний мы будем делать выпады. Выпады в шаг. Ноги ставим параллельно друг к другу. Делаем шаг. Опускаемся на колено таким образом, чтобы у вас кость была перпендикулярна пола. Дальше мы, отталкиваясь пяткой от пола, делаем следующий шаг. И повторяем движение 10 раз. В завершении вашей тренировки на ягодице нужна обязательно растяжка. Для этого мы садимся на скамью, кладем ногу под углом 90 градусов и делаем наклон вперед. Вы должны чувствовать натяжение ягодичной мышцы. В этой позе нужно задержаться на 10-15 секунд. Сегодня мы с вами провели тренировку на ягодичной мышце. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и задавайте свои вопросы в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»